доброго времени всем любителям часов я рад вас приветствовать на своем канале и в преддверии новогодних праздников хочется снова вернуться к теме дайверских часов кто-то возможно в эти праздники уедет на море и ему даже очень завидую и возможно его будут сопровождать похожие часы и так сегодня мы рассмотрим bright link super ocean 2 который любезно предоставлен мультибрендовым бутиком монтре делюкс за что им огромное спасибо и все ссылки на бутик будут ниже в описании а также хочу напомнить что пришедший в бутик клиенты назвавший пароль freediver получит беспрецедентные скидки на такие часы как омега план пен жирли культер и адемар пигет но мы как обычно поехали дальше и так диаметр часов 44 миллиметра их толщина 14,2 размер браслета ремешка 22 миллиметра и расстояние от верхнего ушка до нижнего 52 миллиметра часы выполнены из нержавеющей стали достаточно крупные массивные тяжелые можно так сказать потому что без учета ремешка часы весят 116 грамм если они будут на браслете то вес составит 220 грамм то есть это такая настоящая можно сказать мужская вещь и связано это с тем что часы выдерживают давление до 1000 метров то есть это такой серьезный дайвер вы здесь можете видеть автоматически гелевый клапан также из интересного конечно же здесь присутствуют безель из керамики и естественно здесь сапфировое стекло немножко такой полукруглой формы сферической но такой небольшой и конечно же она с двусторонним антибликом из интересного стоит отметить тот факт что логотип на 12 часах буква б с крыльями выполнены из белого золота а также как и у всех дайверских часов здесь присутствует света накопительное покрытие на всех метках и стрелках суперлюминого смотрите как замечательные часы светится в темноте ну и конечно же это настоящий брайтлинговский дизайн насыщенный циферблат масса элементов но это мы все рассмотрим чуть позже а сейчас перейдем к ремешку я решил что будет наиболее интересным рассмотреть вариант этих часов на таком ремешке потому что здесь достаточно занимательная застежка конечно кожаный ремешок это не совсем дайверский вариант но посмотрите сами насколько хорошо он здесь смотрится великолепная прострочка и характерная для ремешков брайтлинг толщина ремешка то есть чувствуется что это настоящая толстая кожа что это хорошее качество ну и сама застежка как я сказал достаточно занимательная можно сказать что классическое исполнение для брайтлинга это полировка и ну это с одной стороны и минус другой стороны плюс минус в том что конечно же на ней будет достаточно много царапинок а плюс это все-таки красивый внешний вид но чем это интересно застежка а своей конфигурации того как она открывается открывается она вот таким вот образом здесь нет никаких пушеров и защелкивается она просто вот так с характерным щелчком конечно же еще раз вот здесь мы берем вот так отгибаем посмотрите как тут интересно крепится часть ремешка внутри это очень такой интересный момент я считаю что достаточно необычно скажем так конечно же как и у всех часов брайтлинг здесь великолепная подложечка с красивым здесь таким отпечатанным рисунком и мы плавно перешли к задней крышке а задняя крышка здесь опять же характерная для брайтлинга это полировка в зеркало и посмотрите какой тут красивый и интересный логотип гравировка супер оушен водолазный шлем выглядит он конечно очень красиво из всех вот таких вот полированных задних крышек на мой взгляд вот это она превзошла их всех мы давайте от задней крышки все-таки перейдем к лицевой стороне и я вам расскажу о механизме который здесь установлен здесь стоит механизм брайтлинг 17 с автоподзаводом и сертифицированный по стандарту куск но на самом деле это известный нам очень надежный и скажем так настоящая рабочая лошадки швейцарцев это 2824 2 только доработанная компанией брайтлинг именно поэтому этот механизм и получил сертификацию куск напомню что его диаметр 25,6 его высота 4,6 25 камней частота хода 4 герца или 28 тысяч 800 полуколебаний в час и запас хода 38 часов из того что вы также хорошо знаете это регулятор это хрон баланс глиссидур спираль него rocks и система защиты оси баланса него шок ну все как обычно у механизмов это но теперь давайте поговорим о функционале и о том как эти часы управляются функционал очень простой но в принципе что нужно дайверским часам на три часа мы видим окошко даты а все остальное это секундная минутная и часовая стрелка по центру управляются часы с помощью заводной головки и в данный момент вы видите что она откручена и что очень хорошо это вот это вот красная окантовочка которая говорит нам о том что часы сейчас не водонепроницаемые но давайте запустим их и даже завернем заводную головку для того чтобы часы стали полностью водонепроницаемыми и как они будут выглядеть когда вот как вы видите наплыва хорошо и защищают и так для того чтобы управлять часами нам для начала нужно отвинтить заводную головку и она попадает в первое положение если в этом положении мы вращаем по часовой стрелке мы будем подзаводить часы если мы выдвинем на два деления дальше есть стоп секунда и вращая головку против часовой мы вращаем стрелочки так сейчас посмотрим будет ли так перехода даты нету тогда нужно прокрутить еще один раз головка здесь достаточно удобно единственное что в перчатках чуть-чуть немножко пальцы соскальзывает из-за того что здесь не такая частая насечка давайте посмотрим как она будет переключать дату наши это переключение пошло где-то за пять минут до этого так ставим стрелки в нижнее положение и теперь выводим головку в положение номер два и вращая по часовой стрелке мы переводим дату как вы видите происходит достаточно быстро примерно пол оборота головки нужно а сейчас минута истории в 1957 году для профессиональных и военных дайверов а в действительности для армейских спецподразделений компании брайтлинг были выпущены часы с названием супер оушен но вскоре после выхода эти часы нашли признание и у простых любителей подводного плавания и подводной охоты часы были оснащены сетчатым браслетом который невероятно подчеркивал их принадлежность к морю было выпущено всего две версии классический трехстрелочник и хронограф быстро обретя статус культовых наравне с такими моделями как ролик субмаринер 53 блан пейн 50 фантом того же года и конечно же омега си мастер выпущены в 56 году все эти модели поймали невероятную волну массового увлечения дайвингом чем мы вписали себя в историю вот так эти часы выглядят на руке великолепная застежка и конечно же отличное сочетание синего ремешка с синим безелем и синим циферблатом который интересно меняет свой оттенок при попадании на него света но надо сразу отметить что часы все-таки внушительного веса поскольку 116 грамм даже без ремешка это достаточно много для некоторых людей а на браслете напомню их вес будет составлять если со всеми звеньями 220 грамм то есть под мою руку эти часы будут весить порядка 200 грамм от 190 до 200 приблизительно это достаточно такая серьезно не все люди люди любят такое вес на руке но я считаю что брайтлинг это такая серьезная мужская компания для серьезных мужчин и поэтому вес в часах должен быть ну что ж давайте рассмотрим эти часы в макро и и вот нашему вниманию предстает циферблат брайтлинга достаточно интересный сразу хочу ваше внимание сконцентрировать на логотипе напомню что он выполнен в белом золоте и посмотрите как он красиво сделан то есть с гравировкой то есть это очень интересное исполнение он трехмерный действительно великолепное качество но у меня также к этим часам есть и некие претензии мне например вот не нравится то что обрезаны цифры такие как 15 18 21 но если 23 и 13 как-то еще более-менее я во всяком случае не понимаю почему так сделано можно было как-то эту меточку сделать можно было что-то изменить можно было сделать ее может быть треугольной или какой-то другой формы для того чтобы она не подрезала эти цифры либо цифры сместить немножко в общем это решение брайтлинг мне не совсем понятно но при этом часы обладают всей той харизмой которая так сказать присуща именно этой марки то есть перенасыщенный циферблат разными символами и это хорошо опять же вы знаете что я не люблю когда окошко даты имеет другой цвет но в данном случае цвет этот правильный по той причине что он гармонирует с противоположной меткой и это хорошо то есть в некоторых случаях это действительно уместно если бы это окошко даты находилась например вместе между четырьмя и пятью часами она бы не смотрелось так хорошо посмотрите на эти стрелки большая минутная большая часовая конечно секундная стрелка с красным кончиком швейцарцы любят красный цвет и заметьте какое большое количество люминофора здесь нанесено и это очень хорошо для дайверских часов очень важно чтобы метки стрелки были достаточно большими чтобы они хорошо светились в общем это важный момент также хочу сконцентрировать ваше внимание на окантовочки металлической мне она очень нравится между стеклом и безелем это очень хорошо ну и давайте посмотрим сейчас на сам безель керамика он очень интересно исполнен достаточно такой интересный здесь у нас присутствует точка люминофора как вы видите она в металлической окантовки давайте перейдем к заводной головки здесь классический уже можно сказать логотип головка очень хорошо защищена вот этими наплывами к корпуса и кстати сейчас вам тоже хорошо видно безель его исполнение действительно красиво смотрится красиво исполнен я здесь не снимал все скажем так наклеечки верхняя часть часов имеет сатинированную поверхность боковинки они полированы в зеркало но брайтлинг это любит опять же перейдя от корпуса снова напомню что в часах брайтлинг на безеле присутствуют винты и это очень такой интересный штрих характеризующий эту марку здесь нам виден автоматически гелевый клапан мы на нем не будем долго задержится возможно я когда-нибудь расскажу именно о принципе как он работает именно автоматический но давайте посмотрим на кожаный ремешок макро посмотрите какая красивая нитка как это все прострочено действительно великолепное исполнение и сейчас мы подходим к застежке у которой тоже исполнение шикарное накладной логотип в принципе он полностью повторяет логотип который установлен на циферблате ну за тем исключением что здесь он чуть больше и выполнены с другого металла но принципиально он исполнен также сама по себе застежка посмотрите как сделано давайте мы ее раскроем и посмотрим здесь то как это все исполнено надо сказать что выполнена она массивно каких-то прослабленных мест нету ну что достаточно сильно впечатляет давайте посмотрим на внутреннюю подложку посмотрите какой рисунок и плавно мы перешли к задней крышке надо перевернуть часы чтобы вы могли наслаждаться этим логотипом посмотрите какой красивый рисунок это действительно украшение этой задней крышки великолепная гравировочка конечно она не глубокая но сама по себе рисунок конечно впечатляет давайте перейдем снова циферблату посмотрите он имеет такую матовую структуру что конечно позволит ему красиво отражать свет конечно же стоит упомянуть и о стоимости этих часов и опять же по традиции давайте вы попробуете свои так сказать знания или интуицию проверить и так нажмите паузу ритейловая стоимость этих часов 4050 евро опять же продолжая разговор дальше стоит упомянуть о том что здесь безель однонаправленный как у всех дайверов у него 120 кликов никакого люфта нет ни в каких положениях то есть не нажимается не люфтит назад и щелкается очень хорошо и что немаловажно он ухватист в любом положении и в перчатках то есть я очень хорошо его чувствую именно из-за вот этой вот насечки можно сказать что это классическая дайверская насечка опять же послушайте как он щелкает действительно такой завораживающий звук и точно встает как надо итак что же получилось у компании brightling с этими часами на самом деле это хорошие очень хорошие дайверские часы с великолепной защитой великолепная отделкой вы сами можете в этом убедиться посмотрев на них с очень хорошим высоким качеством и учитывая их цену она на мой взгляд не такая уж и большая хотя да здесь конечно же стоит механизм достаточно простой но что нужно дайверу нужен простой и надежный механизм а все остальное материала отделка выполнена на высочайшем уровне и конечно же водозащита просто такая на которую вряд ли кто-то сможет когда-то забраться поскольку мировой рекорд еле-еле перевалил 330 метров на такую глубину чтобы сходить нужно купить скажем так воздушной смеси газовой смеси который вы будете дышать и вам эта смесь обойдется гораздо дороже чем эти часы но само осознание того что эти часы способны пережить такие давления уже впечатляет при том что они не выглядят уже очень толстыми или массивными всего лишь 14 и 2 то есть на миллиметры две десятых больше чем обычный такой скажем стандартный дайвер то есть 13 миллиметровый это будет практически незаметно при этом опять же хочу напомнить что это можно сказать уже классический вид часов брайтлинг в которых все насыщенно хорошо много стрелок и многим людям это нравится мне тоже это нравится именно у брайтлинга и за это я люблю эти часы за их вот такую вот брутальность насыщенность символами это хорошо на мой взгляд это не так как у всех остальных поэтому здесь и надписи и остальные метки стрелки все это действительно интересно смотрится такой вот этой общей концепции хотя кто-то скажет что труднее будет что-то там считать на мой взгляд нет это как раз и есть вот именно настоящее такое лицо в заключении видео я хочу поблагодарить мульти брендовый бутик монтре deluxe за предоставленную возможность обозревать столь интересные дайверские часы все ссылки на бутик будут ниже в описании а также напомнить что пришедший в бутик клиенты назвавший пароль фридайвер получит беспрецедентные скидки на такие модели как омега же жирли культер адемар пеге и блан п а также хочу попросить всех новоприбывших на канал подписываться ставить лайки и конечно же прожать колокольчик для того чтобы не упускать новых видео и естественно задавайте вопросы пишите комментарии я стараюсь отвечать на все вопросы которые вы задаете непосредственно мне и принимать участие в интересных дискуссиях что разворачиваются под видео и конечно же мне хочется еще в преддверии новогодних праздников вас всех поздравить с наступающими и конечно же пожелать здоровья счастья в новом году но я думаю что мы еще успеем увидеться по крайней мере один раз в этом 2019 ну что ж всем удачи пока пока